КРИСТОФЕР ПРОПСТ Я думаю, на заре появления стабилизаторов, когда они только начинали свой путь в качестве инструмента кинематографистов и операторов, многие считали, что они станут заменой стедикам и позволят оператору удерживать камеру. В итоге мы осознали, что это не прямая замена, а дополнение и отдельный инструмент, который можно использовать разными способами. Я начал с оригинального стабилизатора Ronin. Мне всегда хотелось чего-то, что совмещало бы хроматику, матрицу, формат записи объективов, которые я обычно использую. Это очень важно для меня. Я работал с камерами Red, но стремился повысить уровень компактности в моей работе. Выбор был ограничен. Я не мог использовать большой объектив с зумом, но в рамках этих параметров я все же хотел, чтобы он вписался в мою экосистему. Когда вы держите стабилизатор в руках, вы принимаете на себя всю его массу. Портативные стабилизаторы оптимально подходят для работы в труднодоступных местах или проникновения в узкие участки. Так что если вы надеваете большой каркас или объемную конструкцию с кабелями, чтобы выдержать вес, потому что вы испытываете трудности с нагрузкой, которую пытаетесь удержать, оборудование становится громоздким и неудобным. Поэтому попытки избавиться от лишней массы и громоздкости, при этом сохранив функциональность оборудования и специфику используемого объектива, задача не из простых. Так стабилизатор достиг такого уровня, что при использовании большего устройства, такого как Ronin 2, который многие сейчас используют в качестве замены выносной головки, или даже головки Libra на русской руке, вы начинаете терять подвижность, легкость и возможность просто взять устройство и перенести куда необходимо. В стандартной конфигурации камера подвешена снизу, и если вы несете камеру в таком положении, это самый подходящий вариант для некоторых съемок. Если угол обзора слишком низкий, вам приходится держать камеру выше. Даже на военной службе, когда пехотинцам приходится держать вытянутыми пустые руки, через 10 минут они готовы плакать от усталости. Попробуйте установить камеру на стабилизатор от 7 до 9 килограмм и продержать установку 15-20 минут. Итак, вы придумываете всевозможные приспособления, чтобы прикрепить оборудование к своему телу, чтобы выдержать вес объемной камеры и стабилизатора, и заменить стедикам, который оснащен приспособлением, которое вы пристегиваете к своему телу, чтобы выдержать массу, и перенаправить ее куда-то еще. Все это затрудняет и ограничивает движение, и не позволяет добиться истинной портативности, при этом создавая четкие и плавные кадры. Стабилизатор стал больше и приобрел большую грузоподъемность, а также более сильные моторы, выдерживающие сильный ветер, но по-прежнему сохранил возможность обеспечивать стабильность кадров. Все это замечательно, но мы потеряли первоначальный импульс создания легкого портативного устройства, которое обеспечило бы плавную съемку. Я снял несколько видеороликов для Тейлор Сфифт при помощи оригинальной установки Ronin. Тогда я использовал камеру Dragon из углеродного волокна для Blank Space, который мы снимали за пределами Нью-Йорка в особняке. Все снималось там, мы создавали разные кадры с бегом или выгулом собак. В одном из кадров мы двигались по дуге небольшой беседки, а объектив с фокусным расстоянием 85 мм снимал крупный план. Так клип был почти готов, а это была импровизация, которая пришла в голову режиссеру. Нам не пришлось выкладывать круговые рельсы, диаметр которых все равно не подошел бы для беседки, и кадры получились идеально плавными. Мы сделали клип на трек Wildest Dreams, который сняли за один день на ранчатый Джон, которое было призвано заменить пейзажи Африки. На заднем дворе студии Universal мы инсценировали грандиозное мероприятие по случаю премьеры фильма. Там есть кадры, где героиня выходит из лимузина и идет через толпу поклонников и папарацци. Я следовал за ней с камерой на стабилизаторе. Мы сняли короткий фильм, для которого использовали первые прототипы камеры «Монстру», когда она только увидела свет. А также у нас была ранняя версия «Ронин 2». Мы начинаем съемку с разбитого окна, качающегося на ветру. Песок летит через окно, мы движемся назад и, перемещаясь по полу, показываем царящий там беспорядок. Мы поворачиваем, движемся по узкому коридору. Это не значит, что нужного эффекта нельзя было бы добиться, используя другие инструменты. Но, учитывая специфику съемки и локацию, в которой мы находились, мы физически не смогли бы поместить туда технокран. Мы могли бы использовать стедикам, но у нас не было оператора. У нас был «Ронин», мы начали съемку. Снимать под низким углом было непросто, но я смог это проконтролировать. Отличный пример мобильности — то, как мы прошли по коридору, свернули в ванную, подняли камеру выше и увидели героиню. Это отлично характеризует уровень удобства съемки. Когда вас не ограничивает ничего, кроме небольшого портативного стабилизатора, это отлично. Благодаря тому, что камера стала меньше, а весовая нагрузка стабилизатора немного увеличилась, это стало чем-то вроде идеальной комбинации двух технологий. Сочетание RS2 и Komodo позволило увеличить грузоподъемность, чтобы удерживать новое поколение камер Red. Komodo уменьшили размеры до маленького куба с корпусом массой около килограмма. Теперь я могу создать систему, в которой вся установка будет весить не более пяти килограмм. Что предоставит мне свободу не просто взять в руки оборудование, которое позволит не сломать спину и не растянуть мышцы, а, напротив, даст возможность создать уникальные кадры, стабилизированные, но легко вписывающиеся в систему работы, к которой я привык. Недавно мы снимали живое выступление на Billboard Awards с Post Mellon для песни Circles. Мы использовали технокран, с нами работал оператор Steadicam, я также захватил RS2. Дроны Inspire позволили получить кадры с воздуха, а технокран помог снять сцены с широкого угла. На заводе по переработке песка на карьере в Симми Уэлли нам необходимо было создать кадры на разной высоте под разным углом. Я начал снимать довольно низко и поднялся выше, чтобы запечатлеть Post Mellon. Он зашел, направляясь к камере, и когда он повернул, в кадре уже было два человека, идущих по узкому коридору. И в том моменте, когда они переместились на лестницу, к работе приступил оператор Steadicam на более низком уровне. Он провел героев через туннель. Так мы использовали все три доступных нам инструмента. Кинематографисты привыкли решать возникающие проблемы. Мы придумываем способы, как лучше что-то снять, рассказать историю, поместить камеру в выгодное положение, работать в определенной локации, достигнуть необходимого эффекта. Сейчас, когда устройства комода стали еще легче, а грузоподъемность RS2 увеличилась, мы достигли нового уровня свободы творчества. Продолжение следует...